всем привет ребята вы на канале хамс цветы да сегодня у нас обзор биткоина будет посмотрим какие варианты есть развития событий выскажу какие-то свои мысли да так какую-то альту посмотрим в общем что происходит а ну что поехали давайте начнем с биткоина с прошлого обзора план остается прежним а вот мой треугольник то есть верхняя граница и нижняя граница мы до нижней границы не дошли я считаю также я сейчас заметил многие блогеры это рисуют нижнюю границу вот так мне что-то не очень нравится конечно же добывают такие случаи когда волатин и здесь какой-то сквиз она возвращается потом рисует все-таки подтверждает трендовую там или уровень например идет выше рисует треугольник но в данном случае во первых это нижняя тренда она получается под слишком большим наклоном как правило если мы видим какой-то экстремальный наклон до трендовой линии то здесь что-то не то скорее всего поэтому я пока что оставлю вот такую-то новую линию ту нижнюю дает треугольника в общем я считаю что оптимально лон принципе если треугольник отторговывать от нижней границы лонг от верхней short все просто такая подходит цена выше можно открыть short стоп за вот этот максимум в принципе у нечего растягивать туда выше что если цена истина пойдет выше да скорее всего она вынесет и этот пойдет выше ну и так же самое если цена доходит до нижней границы можно там перейти на мелкий таймфрейм если видим поддержку да можно взять лонг ну стоп соответственно за этот минимум итога если кто на этом отскоке взял short до воспользовался а сто семьдесят один семьдесят две тысячи можно в принципе держать этот шорт соответственно take по-любому нужно фиксировать от нижней границы и там остатки уже если цена уйдет ниже а у меня мой short до сих пор держится я конечно же вот здесь она была зафиксил там процентов 20-30 потом еще зафиксил общем я зафиксил 50 процентов позиции но у меня стоп стоит в был примерно 70 тысяч двести где-то вот здесь так же самое take до сих пор стоит от нижней границы этого треугольника и если вдруг цена уйдет ниже я там буквально процентов 20 от позиции до попробую поддержать чем в общем пока что я ожидаю что все таки мы коснемся нижней границы ребята смотрим как закроется эта неделя да и соответственно если начинается понедельник допустим она начинается понедельнике вдруг цена куда-то с утра начало понедельника начинает лица тогда ребята скорее всего где-то ищите поддержку можно будет тогда лангануть скорее всего до конец недели он может быть позитивным ну и обратная ситуация если вдруг мы все-таки там пойдем вверх это неделя до или следующей неделе открывается и цена куда-то вверх летит тогда ребят скорее всего нужно будет искать точку разворота я в принципе не исключая еще один перри хай вот этот куда-то уход 78 80 тысяч долларов какой вариант тоже возможен но конечно будем смотреть как у нас будет треугольник что у нас здесь будет происходить ребята к это волатильность по-любому будет нижнюю границу треугольника но потом раз возврат это очень будет классный сценарий тогда на ратесте это нижняя граница можно будет смело брать лонг на перри хай сюда район 78 80 тысяч долларов то есть то если будет такой сетап мне очень нравится такие сетапа когда у нас есть уровень например да цена подходит пробивает его потом возвращается блин от самый класс сетап большая вероятность отработки его дай мы соответственно заходим в лонг от этого уровня ну и наоборот если трендовая например цена подошла вот так пробила трендовую потом раз вернулась а с лица на ратесте можно влетать лунг да ну очень классный сценарий то есть у нас получается тогда всех лангистов собираю до которые как раз рочно торгуют с вещами высокими или просто стопы там ставят и потом цена истинно идет вверх очень-то классный сценарий ну и наоборот так же самое если вдруг сейчас на протяжении сегодня или завтра мы увидим следующую ситуацию например может тоже такой быть что прокол и потом мы возвращаемся в этот треугольник тогда на ратесте это равного линии верхней границы можно будет взять опять шорт да уже с явным стопом за образовавшийся максимум ну то есть это должно быть такая ситуация на дневном тайфрейме то есть на дневке должен быть прокол тело должно закрыться в рамках этого треугольника до откат и соответственно можно рассмотреть шорт позицию это такие классные сетапы когда уже есть четко понимание что у нас произошло да как это выбивание стоп лоссов и потом этот явный сетап можно влетать и соответственно очень высокая вероятность отработки индикатор ребята по индикаторам но здесь как бы дневка она еще не охладилась а классно увидеть чтобы на дневке у нас тахасик естественно ушел в зону перепроданности это очень будет хороший сигнал для рассмотрения лонг позиции пока что так здесь все выглядит ребята здесь на россия у нас есть что такое медвежье поджатие вы видите да треугольник образовывается нисходящий как правило эти он может пробиться вниз соответственно также самое на дневке мы уйдем сюда ниже 30 процентов по россия можно будет рассматривать лонг позиции пока что она так все на тоненького если честно недельный таймфрейм все та же самая сильная перекупленность и я бы хотел увидеть пару недель красных коррекцию в общем пару недель на закрытие красных и можно будет искать хорошие точки входа в лонг дальше обратите внимание вот это утреновая линия белого которого цвета у меня идет мы здесь отбились от нее а здесь мы пробили вот плохая ситуация мы вроде пробили вернулись а но не закрепились а и эту линию трендовую началась она вот так пилять как правило если у нас идет распил какого-то уровня например есть уровень четки до раньше было там раз-два касания допустим потом цена раз вот так вот начинает пилять этот уровень огромная вероятность того что такое значит он будет пробит уже вниз то есть если идет распил как правило это плохо нам нужно видеть просто прокол там или какой-то пару дней быстрый возврат то и соответственно и дальше уже мы нужны сверху в данном случае идет распил так же самая трендовая линия если есть трендовая линия соответственно она вот так вот начинает туда-сюда что-то пилятся большая вероятность того что это линия будет трендовая пробиваться поэтому скорее всего большую вероятность отдаёт того что мы все-таки пойдем нижней границы также обратите внимание на вот эту вот слабо серую трендовую линию от к более пологая есть вероятность того что это новая линия будет пробивать то есть если в случае мы пойдем ниже да вот такое может быть например прокол на здесь раз трендовая есть потом вот это вот желтый канал такой есть то есть отсюда может быть лонговая реакция но нужно уже будет встретить по факту да это будет происходить что здесь будет образовываться и так далее но в принципе вот здесь можно в районе 60 тысяч пробовать осмотреть лонну позицию 2 интересного позиции это у меня вот этот зеленый блок это уже пятьдесят шесть примерно тысяч долларов здесь диапазон 55 56 да я бы так сказал нижнюю границу этого блока выбрал и дальше очень сильная естественно поддержка это 50 тысяч долларов все 51 50 тысяч долларов это в случае долгосрока если мы сюда придем мы увидим от этого уровня от этого блока хорошую реакцию на покупку очень смотрим что здесь будет происходить удержат не об куда будет пробивать от треугольник будет это истинное пробитие или ложное и так далее кстати ребята если вы новичок на криптовалютном рынке у меня в описании ссылки на мои плейлисты с обучающими материалами у меня все бесплатно полно видосов также оставлю ссылку треугольники как замерять цели по треугольникам какие манипуляции бывают как отторговывать треугольники и так далее в общем видос будет очень полезный посмотрите обязательно ссылка будет в описании также ссылка в описании на бирже байбет с максимальными бонусами при первом пополнении до 30 тысяч долларов огромное количество всяких конкурсов бонусов и так далее суть такая если сейчас треугольник допустим пробивается вверх ребята как замерить цели вариантов конечно же несколько классика это естественно можно замерить высоту этого будет треугольника например отложить к точке пробития и средства то у нас будет цель здесь такая цель космическая я бы сказал но зачастую мы не будем видеть именно отработки вот этой вот цели зачастую бывает отработка просто у нас канал нужно рисовать например есть нижняя граница мы ее прикладываем к верхней точке до нашего треугольника сюда у нас получается восходящий канал если треугольник соответственно истина пробьется верно можно будет на ротесте лонгануть и в принципе целями послужит именно вот это вот трендовая линия по эти ребята вы 70 на на процентов случае я замечаю отработка именно по построению цели именно в виде канала также самое наоборот можно отложить верхнюю границу с на приложить к нижней это у нас будет цель в случае пробития треугольника вниз поэтому если позитив мы уходим выше когда цель это верхняя вот эта граница в принципе такой как канал у нас будет формироваться плюс у нас здесь расширение минус 0 18 минус 20 0 27 соответственно часто до цена может доходить до этих отметок после чего мы будем видеть истинную такую более агрессивную коррекцию снижение общем имейте это ввиду но если цена сюда подходит это не означает что строн шорт нужно брать до желательно смотреть на более мелком тайфрейме увидеть остановку что здесь происходит потому что может быть остановка какой-то откат потом еще один перехать только потом например снижение да ну если у вас есть какие-то ланге я бы здесь их конечно же активно прикрывал или хотя бы там частично да то есть фьючерсы кройте 4 апреля когда биткойн здесь находился район 65000 в принципе я ожидал какой-то коррекционный отскок сюда да соответственно я решил обыграть рынок и вместо биткойна я решил лангануть и и пи я даже написался в телеграм-канале что ребята лонг и где статус находился я ожидаю типа отскок сюда таки взял он говорю стоп за этот минимум соответственно я закрылся просто плосу больше не хочу торговать альта абсолютно не показывает никакие отскоки да возможно что там выборочно отстреляла но это лотерея вам не угадать и в общем массе альта просто стоит как вкопанная и нет показывает никакой реакции поэтому я советую фьючи торговать в основном bitcoin у альты есть сезоны моменты когда она да она активная на волатильная есть там рост тогда да торгуем альту но бывают моменты когда начинается какая-то коррекция серьезно по bitcoin или еще что-то и bitcoin даже на этой коррекции показывает отскоки да то есть их принципе можно пробовать подбирать ловить но альта она абсолютно никакой реакции не подает у меня на практике если честно у меня процентов 70 80 даже и выше иногда в основном по фьючерсным сделкам только я торгую bitcoin потому что bitcoin принципе он четко отрабатывает и уровне какие-то отскоки мы можем видеть а пальте зачастую бывает такая ситуация есть какой-то сильный уровень цена туда подходит и ничего не происходит и как сидишь в этом позиции ожидаешь получить отскок в итоге у нас bitcoin делает отскок а пальте ничего вообще не происходит также я смотрю сейчас пальте она многие какие-то уровни или трендовой линии начинается вот такой вот какой-то распил в общем это плохие сигнала на самом деле не это не очень и очень нравится давайте еще раз давайте еще посмотрим этот и в общем на дневке по и по у него есть вот такая трендовая линия случае если bitcoin пойдет ниже вот у нас это может и провалиться 1.4 доллара и отсюда только рассматривать какие-то более не менее интересного позиции потому что нужно смотреть уже более сильные уровни на старшем тайфрейме а вот здесь них она вообще не отрабатывает типа клин нисходящий да ну может что-то здесь произойдет он все-таки доберется до верхней границы клина но в общем я пока что не буду больше еще это ванговать понаблюдая за рынком давайте так же самое посмотрим монетку ада смотрите если взять дневной тайфрейм у нас паде такая нехорошая ситуация есть странного линия 1 2 3 до 4 принципе касания мы пробились и находимся по треновой линии на самом деле плохо но нужно смотреть что будет происходить и как эта неделя закроется давайте перейду на недельный тайфрейм ребята важно в общем смотреть как неделя закроется если недельку от купят мы закроемся в рамках этой трендовой линии возможно на юра тесте да можно рассматривать так далом позиции куда там с уходом выше но смотрим как закроется неделя на самом деле здесь что-то типа вот такого вот клина до сформировалась хотя мне не нравится не было третьего касания если было третье касание сверху тогда это был истинный такой клина сейчас какой-то не до клина тем не менее трендовая пробилась а плюс есть уровень смотрим если уровень удержится неделька закрывается ниже тогда есть вероятность более серьезной коррекции по всем альткоином дальше обратите внимание что на недельном тайфрейм и принципе по много альте у нас следующая ситуация у нас максимумы повышаются соответственно на россии у нас видим расхождение медвежье расхождение также самое у нас стахастик до плюс стахастик мы видим тут типа такое двойное вершина двойное так же самое двойная вершина по россии поэтому мы можем начать нормально корректироваться понедельки в общем какие-то и такие негативные сигналы с вам расскажу вы до хотя рынок бычий но тем не менее я что вижу то и говорю дальше обратите внимание а да это у нас прошлый цикл до 18 там 20 год соответственно обратите внимание было подобная ситуация у нас раз-два тут даже как клин образовался соответственно также самое у нас стахастик двойная вершина здесь ответственно мы дальше начали корректироваться на недельном тайфрейм и лишь потом после очередного обновления минимума у нас начался бычий рынок а дальше обратите внимание как у нас цена то есть недельку мы закрываем агрессивно пробитием вниз то есть да по трендовую и дальше вот даже вот это трендовая серьезно здесь не происходило никаких отскоков хотя bitcoin показывал волатильность показал хорошие отскоки но на альте но какая-то альта отскакивала но это лотерея было и поэтому вот просто шло нисходящее движение без какой-либо реакции может сейчас быть что-нибудь подобное ребята нам желательно ближайшие дни до увидеть какую-то реакцию нормальный от скуп закреп естественно выше каких-то уровней вот у нас есть уровень и тоже здесь уже начинается распил трендовую пробелую здесь распил в общем смотрим если закреп выше уходим супер тогда ртест и можем пойти выше но пока что ситуация такая нехорошая dot у нас до трендовой линии немножко не дошел да вот где-то ожидая здесь если он проваливается вниз но это все плохо тогда можно лон только после вот этого вот обновления минимума монетками на обратите внимание она уже уже пробила свою сильную трендовую линию так даже если уровень подложить мы видим тоже здесь уже провалились а и под уровень в общем еще хорошего нет в принципе так по много альте ну что ребята это все на сегодня я вам желаю не ликвидироваться хороших выходных и пока